Субтитры делал DimaTorzok Дело в том, что это единственное время, когда помогла Марина Но мы тоже встали Но мы бодры и веселы, все кроме Марины как раз Да, я бы предпочла поспать Но ничего страшного Зато вы знаете, на какие жертвы Марина идет ради вас Да Ну ради нас, конечно, то мы ее задрали Марина, когда будем снимать? Не, на самом деле я думала, если я скажу пораньше утром в субботу, никто не согласится Два прошлых раза я это прокатывала То есть в позапрошлые выходные я смогла так отлынуть от других дел А что там было в позапрошлые выходные? В смысле ты с нами это прокатывала или с другими людьми? В позапрошлые выходные приезжала Ксюша Она хотела собраться в субботу вечером, но, блин, это самое-самое время Чего? У Марина ремонт У Марина ремонт Да, она завязана на ремонт И можно заниматься только по выходным И реально суббота вечер это вот прям самое продуктивное время Когда что-либо происходит Вот как Да, и между разрухой дома и всем остальным я выбираю Разруха дома? В смысле между устранением разруха дома Да, прошлый выходной у вас встреча одноклассников Ой, одногруппников Ты тоже отлынила? Я предложила в 11, никто не согласился Удивительно, почему? В 11 утра? Да Самое главное мы, как всегда, говорим о вязании Да Заметили, да? Да Мы зато вяжем все, кроме Юли А Юля не вяжет, потому что она... Не вяжка Потому что очень важное дело Я вот с конуса А матовую ниточку Оксане На самом деле все иначе Юля не вяжет, потому что она перешла на машинное вязание Вот Ну, а Марина не вяжет, потому что она шьет, да? Угу Но у тебя нет выбора Марина сегодня шьюха А ты почему не принесла ничего пошить? Не хочу Она пешком шла У меня пока же нет Поэтому Юля не вяжет не потому что она на машинное вязание пришла Ну и это тоже Это же главное? Да Но мне шить нечего Расскажи, что ты сделала со спицами Продавала Сожгла Год назад Кстати, остались еще деревянные чагу Это сейчас реклама? Толстенькие какие-то, две пары спиц Но уже без лесок Вот А, только съемные Что-то 7 и 8, наверное, что-то такое Так что, ну, значит, не alternative Знаете. Подпродать. Но я тоже почти все продала, у меня только мелкие остались. Но по факту я пользуюсь только чаргушками до 2,25. А троечки лежат на все эти слои. Но я честно вязала носки перед Новым годом. Да, я помню. Причем я их до ломазала и довязывала по утрам перед бассейном. А зачем ты же на машинке сейчас хорошо носки вяжешь? А там толстенькая пряжа была, где-то 350. Я превратилась в тех странных людей, которые приезжают пораньше и вяжут, сидят. То есть мне бассейн к 7.30, я приезжала к 7 и сидела, вязала. В смысле специально, чтобы повязать? Нет, специально, чтобы успеть до пробок. То есть я выхожу на 15 минут позднее и я провожу в дороге час. То есть повязать это просто бонус? Ну как бы это то, чем я себя уговорила приезжать пораньше. Немного. Чтобы не стоять в час в пробках, я решила, ну, я выйду пораньше и вот повяжу. Но носки закончились и непонятно, что теперь делать. А ты так же приезжаешь на полчаса раньше? Ну да. Так еще одни носки свяжи. Не хочу, я уже руками носки взять. Машинку таскать? Установи в бассейне машинку, да? Ага. Я опять захотела чихнуть. Давай. Нет. Не настолько она хочется, но никак. Ты вот так сделай. Типа так наоборот чихнешь? Нет. А я вот так вот в эти крылья носа так делаю. А вы как делаете, расскажите? Когда хотите чихнуть. Когда хотите чихнуть. Но нельзя. И чтобы не чихнуть. Да. Я вот так всегда. И всегда помогает. Если вовремя так сделать. Можно опоздать. Есть как бы такой переходный период. Еще ведь надо поймать этот момент, да? Это целый квест. Я опоздала. Да. Опоздала? Ты чихнула? В смысле? Ты чихнула? Опоздала. И теперь не чихнуть. Так это хорошо. Это для этого и сделано было. Ну так теперь все равно кажется, что немножко хочется, но... Ты побольше поелось? Ой. Так. Я вот нажала на кнопочку, что я связала ряд или нет? А ты посчитай. Так вот придется считать. Нет, наверное, не нажала. Нет, нажала. Пожала. А у тебя этот? Счетчик? Да. Может мне еще добавить функцию следить за счетчиком? Ряд. Давай, давай. Нет, можно просто это. Руку на пульс держишь. Короче, мы сегодня хотели поговорить с вами о двух темах. Нет, подожди. По одну. Ну да, двух. В смысле одну, но сначала нужно выбрать, а мы не выбрали, какая первая. Кажется, первая про поиск информации. Или про вязание на заказ. Да. Что вам больше хочется? Они сейчас прям нам ответят, как бы, да? И пишите в комментариях. Мне кажется. А мы с ними вяжем одну. Нам важно ваше мнение, да. Я предлагаю начать с вязания на заказ. Давай, начинай. Ой. Я на заказ не вяжу. Вот. Я закончила. Конец видео. Нет, на самом деле, кстати. Здравствуйте. Кстати, это я говорю, что я на заказ не вяжу. А на самом деле я вязала своим девчонкам, коллегам, получается уже три пары носков. Что еще? Шарф Даши Джаи. Палантин. Да. Шапку я тут связала из кашемира с соболем на днях. Руками? Руками. Ты еще подруге вязала красную штуку. Которую выкинула? Не выкинула, она же тебе ее отдала. Но я хотела ее выкинуть, но если бы я ее не выкинула, в смысле, если бы Оксана ее не забыла, я бы выкинула. У нас что-то, я не знаю, носит или нет, потому что она сказала, что она колючая. Она очень колючая. Это тебе она нормально? Это мохер. Да. Не, я, кстати, не носила, может она и не выкололась что-то. Да? Потому что он совсем слом. Почему слом? Я наоборот завидую, честно. Оксана у нас просто не очень чувствительная на колкость пряжи, поэтому... Я могу носить... Оксан, прости, пожалуйста, что я сейчас это скажу. Ничего, говори. Если вы смотрите Оксанины сториз, и она там говорит, что пряжа мягкая, это не факт. Это не факт. Я, между прочим, обговариваю всегда, что для меня она мягкая. Я не говорю, что она прям реально мягкая. Но она может быть мягкой, но колючей. Я понимаю, о чем ты говоришь, но многие не поймут. Ну, в общем, да. Что она не жесткая, не как дерево. В этом плане, да. Слушай, ну вот про эту альпаку я, например, говорила, что детям ее нельзя... Ну, я же не говорю, что она прям мягкая-мягкая как... Не, ну про дропс... Дропс, да, это... Дропс альпака. А, да. Она не врет. Не врет. Да, да. Тут я согласна. Нет, ну когда тебе ничего не колется, про все говори, что это не колется. Очень просто. Короче. Мне можно верить. Да? Да, я нежная. Я нежная. А я не нежная. У меня еще вот свитера, они вот самое такое место, это ключицы. Оксан, прости, я слежу за рядами. Ты не можешь выполнять две функции одновременно? Так я у меня прибавила еще функцию вас слушать. Это не обязательно. Ну, а ты нежная? Тебе может подушечку дать? Я такое, ближе к нежному, да. Ближе к нежному? Я бы очень хотела носить там альпаку или шерсть, потому что мне нравится очень фактура, мне нравится как выглядит. Плюс это капец как тепло, капец, конечно, не надо говорить, но тепло. Ну, кашемир тоже тепло. Кашемир, да. Недороге. Ну, в общем, да. Ну, вот очень много реально классных составов. Соглас. Прям смотришь, глаз радуется и кажется, блин, ах, все хочу, но... Мне так нравится, вот, Оксана связала тут эти две манишки, да, и шапку, да? Да. Из альпаки от Drops. Нет. Не от Drops? А, одна фигня. Infinity Design. Угу. И, короче, и там такие вот классные вот эти волоски, вот эти, да, альпаковые? Ну да, красиво. Очень красиво. Но... Я даже руками. Вообще-то я дала Ане потрогать и сказала, смотри, какая... Смотри, какая... Она откинула, как я не знаю. Нет, начнем с того, что я сначала потрогала вот эту манишку, которая лежала здесь. Да. И ты еще не видела. Я такая потрогала, такая, да, красиво, да, прям прикольно. А потом она приносит мне другую манишку, шапку и такая, смотри, какая мягкая. Как ей кактус в руки дала, да. Примерно такие были глаза у Ани. На мое, смотри, какая мягкая. Да. Вот, поэтому да. Мы говорили про вязание на заказ. Вязание на заказ, да. И все, наверное. Ну, в общем, я люблю... А почему ты не вяжешь на заказ? Ну и в каких случаях ты вяжешь? Я вяжу только о знакомом, если это точно очень просто. То есть я считаю, что... То, что ты уже вязала, либо то, что ты понимаешь, как вязать. Да. И не будет проблем, если это вещь с посадкой. Да. Ой, не, 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 не. Не. Я даже не могу другу своему связать свиток, джемпер, джемпер. Почему? Устанешь переделывать. Да. Плюнешь все нафиг, выкинешь. Да, 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 да. А мужчинам вообще жесть, как сложно его водить. Я до сих пор помню тот джемпер, который должен был быть красивым джемпером из мариноса с шелком. В итоге... Мы тоже его помним. Сиреневый. А ты в итоге куда пряжу отдала как будто? У кого-то она... Мне кажется, что я... Да, действительно, ее кому-то... Ты же хотела ее тоже выкинуть. Я ее хотела выкинуть, но ее кто-то так же спас. Поэтому, если вы хотите что-нибудь от меня получить, подождите, когда... И когда они обвесятся. Когда меня уже будет вот так вот всего колотить от этой пряжи, от этого проекта. Такое бывает. Ну, не часто, конечно. Вот сейчас я как раз вяжу мужской джемпер, это, наверное, будет. А, ты все-таки вяжешь? Да, я вяжу на 2,75. Какая это пряжа? Надо подготовиться. Стопроцентный меринос, между прочим. 2,75 тонюсенькая. Да. И цвет. Очень красивый. Какой? Он такой петроль. Сухой или шелковистый? Экстрафайн прям... 2,405 нитей. Даже на машинку пойдет. Я изначально как раз на машинку хотела. Так только очень ярко на эту пряжу. Да. Ну, кстати, по поводу машинки. А я вот хотела машинку... Ириат! А? Ты не взматываешь? Я не взматываю. Да, у нас будет сегодня весело. Жавишка. Да. Но я потом подумала, что я не смогу связать на машинке, потому что машинка моя находится на работе, а на работе мне вязать некогда. Я просто думала, что будет очень много свободного времени летом. Лето почему-то уже закончилось. Я почему-то сейчас в феврале. Неожиданно. Да? Я о чем? Так много работы было, что я даже не успела вообще понять, как прошел год, а уже скоро лето. То есть, как бы уже полгода ты вяжешь этот джемпер, да? Ну, то есть, уже есть, как бы, такой процент, что уже начинает весить. Нет, вязать я только начала. До этого у меня были только образцы. Да. Ждем тогда. Да. Это, кстати, очень классный меренос. Прям очень классный. От Ботта Пауала. Пуала. Да? Пуала. Хорошо. А пряж тоже хороший. Гребеной такой. Сколько я помню. А он тебе не колет? Не. Гребеной-то. Не. Хотя. Это вот кардный может так это. Ну, кардный. Вот этот, кстати, у меня джелонг. Мне он так нравится. Ну, ты и альпаку белую носишь. Ты еще будешь стирать, он еще лучше будет становиться. Это уже раза четыре постирно, да. И он с каждым разом все лучше и лучше. Супер джелонг, слушайте, вот реально. Я хоть пощупу. Чистый супер джелонг, да? Да. Я стирала его. Чистый? Ну, смотри. Шуточка за 200. Без это, без... Да, да. Без всех. Без всех, да. Вот. И для меня просто... Я когда-то давным-давно я вязала именно по таким параметрам. Я поняла, что это вообще не мое. Послушай, трактор. Подожди. По каким параметрам я что-то потеряла. Ну, как разматывал, не слышала. Тебе даже дают параметры. Тебя, ты не можешь одновременно это и дело делать. Да, я пока... Супер слушала. Может быть, снять с тебя функции? Я справлюсь сама. Да нет, ну что? Какое-то разнообразие. Неуждаешь что-то делать в видео? Слушать, например, и говорить. Привет? Красненький. О-о-о-о. Смотри, пожалуйста. Параметры тела. Человека, которому ты вяжешь. А-а-а. Параметры в плане модели. А-а-а. Модель. Я понимаю, что они не в этом. Мы тоже прослушали. Все хорошо. Ладно, я это спешу не на то, что они меня не слушают. Хотя, на самом деле, это так. А на то, что был трактор, который лежит под окна. Все так обрадовались. Снег, снег чистил. Слушайте, как пузырей тебя. А вы, кстати, в детском саду подбегали к решетке? Вот так вот трясли ее, когда самолет летел? Мы оттрясли. СА-А-А-ЛЁТ! Нет? Нет. Может быть, над нами самолетами летали? Ой, мы за решетки сделали в детском саду. Закидываешь кром в руках. Доброе утро! О-о-о-о-о! Чуть-чуть, чуть-чуть кромсать надо. Мне кажется, тебе опять надо будет какое-нибудь отдельное видео, где просто моржом. Ты уже тоже закидывай на Patreon, чтобы вот это без купюр, там типа... Где все. Да я подумала, можно это все оставлять в основном. Ага, потом комментарии пишут, никакой информации, только ржач. Ряд. Может, у тебя как-то мой голос на тебя не реагирует? Ты же на кнопку-то хоть нажала? Да, девять уже у тебя. Ты долго вешай, машинки быстрее вяжешь. Ну ладно! Так ты и то, я позже кричу, давай я тебе буду резинки хоть вязать. Зачем? На машинки. Ты мне шелковый топ свяжешь, у меня шелк стоит. Слушай, пока вы друг с другом встретитесь, ты свяжешь. Но, кстати, это хорошее предложение, ты подумай, Оксана. Да нет. Я уже сейчас свяжу резинку. Знаешь, на сколько ты ей навязываешь свое вязание? Ты не навязывай ей дизайнер. Понимаешь, мне дольше с тобой встречаться один, второй раз, чем связать эту резинку. Так надо сразу, типа, вот на 10-20 шапок я тебе их за день сделаю, эти резинки. Ну это же не шапка. А че это? Это вообще-то джемпер. А почему? А почему ты? Маленький. Ты че, наоборот большой, вот там перед, я наоборот долго думала уменьшать или нет. Ммм. Да? Там уже половина готова. А че там вам не показывали? Да, но я хочу укоротить его. Я у Марины как раз попросила. А где сториз со звуками? Ты же говорила, у тебя куча заказов. Я показывала. Я даже в прямом эфире его все время показываю, потому что я его уже начала до Нового года. Может я его видела тогда? Да видела ты, наверное. Нет, подожди, у тебя же куча заказов. Да, я закончила. Оно и видно. Я вчера закончила манишку, мне надо начинать сейчас варежки вязать. Ну я просто без вас буду это делать. Нам надо внимания. Ты как Юля, да? Ну кстати, я тоже бы начинала это в одиночку. Ну да. Я вчера, специально, вчера с ночи. Нормально же вязала. Я распустилась и вязала на машинке. Да? Да. Я вчера специально в час ночи набрала петли, чтобы не при вас тут набирать и путаться постоянно и беситься. Вот это? А ну у тебя здесь этот, как он называется? Итальянский, да? Нет, обычный. А что надо беситься? Мне тоже. Ну потому что 112 петель с вами набирать, это я буду разбиться. Облимся! Блин, я ненавижу итальянский набор, мне не нравится как он выглядит. Что? Да. Да? Ну вот. Какой-то он не приел. Он расхлябанный какой-то. Именно вот внешний вид. Я когда вижу... Надо знать куда применять, он не везде хорошо. Либо там дофига долго подбирать нужно какие-то там натяжения. Ну вот на джемпере внизу мне тоже не нравится. Резинка потом станет юбочкой. Да даже не в этом дело. Да. Даже если ее там супер как-то закрепить, мне вообще не нравится как это выглядит. Почему? Не знаю. У меня это какой-то... Смотри, нравится какой выглядит? Да я видела. Мне кажется, если открыть прошлогоднее какое-нибудь видео вязание в большом городе, там было обтирание шапок, которые обычным набором. Не обычным набором, а с другой стороны. С другой стороны вот этим вот мы и говорили. Реально? Когда с уточками, а не елочками. Да. Ну сейчас уже, кажется, и зубчики кто-то говорил, что уже нравятся. Зубчики красиво, когда это резинка один на один. Ну мне лично. Мне почему-то всегда кажется, что это недоработка. Ну как будто мастер не перевернул, ну как бы не... Я понимаю о чем-то. Ну не подумала о том, что нужно... Что елочке на лицевой стороне. Да, что это лицевая, что это изнанка. Ну то есть мне кажется, что это какая-то недоработка мастера. Ну вот у меня почему-то такое личное отношение. А мне в последнее время даже нравится, когда на воротнике шов, если его нарушить. Ну воротник можно отогнуть, вывернуть, а можно насборить. С какой стороны шовчик делать, чтобы там выдернуть этот воротник или не выворачивать. А сейчас я иногда прям думаю, что очень круто, что швом наружу. Иногда мне прям нравится. Ну знаешь, когда нарочитая изнанка вот, ну специально сделана так, что понятно, ты понимаешь, что это идея такая, что тут изнанка, потому что она должна быть, да? Какой-то шов на изнанке, еще что-то. Да, если модель такая. Такая модель. А когда ты понимаешь, что это не доработка, ну то есть… А как ты это понимаешь? Ну что вот… Ну это мое личное, я говорю, я не настаиваю, но вот мне почему-то кажется, что вот когда вот именно вот этот вот, как бы, край изнаночный, изнаночный край вот этого стандартного наборного ряда на… На отвороте, да, на отвороте, мне кажется, что это не доработка. То есть это не специально сделано. Может кому-то просто так нравится. Возможно. Может быть кому-то нравится. Да, я говорю, это лично мое. Я не буду тут, как бы, говорить, что… Вот мне, например, не нравится на шапках итальянский набор вообще. Я говорю, мое, ну как бы… Да, да. Это для меня так, да. Она же сказала, конечно, да. Вот. Закончили. Юля говорит про вязание на заказ. Ну отвяжу я на заказ. Молодец. Юля, кстати, очень скромно говорит, на самом деле… Что тебе нравится, что тебе не нравится. Расскажи про… Не нравится. Ну, почему сразу не нравится. Как ты вообще… Как ты вообще… У тебя же как-то так… Хренак и все. Да. Да. Так и есть, в общем. Что значит хренак и все можно врезать? Ну в смысле резко. Резко и очень как-то складно, мне кажется. Ну как-то начали спрашивать просто. И я особо не планировала… Ну как бы нет. Наверное, я планировала, иначе бы я не соглашалась. Я уже не помню этот момент. Но просто начали спрашивать. И все. Пошло-поехало. Я же начала на заказ вязать еще когда спицами вязала. Угу. Уже. Я помню это на Авито объявление. О, это знаешь, это была из серии «Отвага и слабоумие», когда ты только научился… Ну, в смысле не научился, а только начал вязать, тебе казалось, что ты фигачишь шедевр. О, да. Вот. И при этом, на самом деле, то, что я сделала на заказ, мне сейчас за это не стыдно. Я прям смотрю, мне нравится. Но то, что я выставляла на Авито в качестве примера, вот это трэш. Мы вообще среагировали? Да, как-то да. Может, потому что цены были низкие очень. Вот. А то, что я связала, действительно, и продала, это мне прям нравится. До сих пор не стыдно показать. Вот. Ну, и это, в основном, все среди знакомых. А потом уже начали появляться люди незнакомые. Вот тогда как-то стало очень страшно. Страшнее чуть-чуть. На самом деле, появилось больше… Да нет, ответственность у нас всегда была. Появилось больше таких ситуаций, когда, допустим, ну, не подходит человеку. Вот то, что ты связал. Угу. Тогда я вот конкретно вот сейчас делала свитер. И, казалось бы, уже все обговорили, да, все моменты, все нюансы. Но, тем не менее, я вот сама вижу, что на клиентку села как… Ну, вообще нехорошо. И, естественно, я не говорю, что ваши проблемы, мы тут с вами все зафиксировали. И она мне сейчас высылает обратно, и я там буду коррекцию делать небольшую. Ну, то есть, это нормально. Я вот не хочу, чтобы… Почему ты думаешь, что так произошло? Потому что, ну, она не представляет, как сядет на нее эта модель. Так часто бывает. Так часто бывает, да. Ну, вот я имею в виду, что… Или… Плюс вот даже это все делается удаленно, да. Мы в разных городах. И я даже, если захожу в профиль человека посмотреть на фигуру, мы все себя фотографируем с лучших сторон. Да. И многие нюансы, они от нашего, ну, от взгляда ускользают. Несмотря на то, что ты берешь мерки какие-то, ты все равно в объеме фигуру, ну, сложнее представить. Ну, так бывает, в общем. Но, опять же, мерки не ты берешь. Не всегда правильно мерки снимают люди. Я, например, не знаю, как снимать мерки. Если бы мне сказали снять с тебя мерки, я бы правильно это не сделала. Ну, я присылаю небольшой. Поэтому, конечно, на заказ, ты должна делать. Да, да, да. Нет, кстати, вот у меня, извините, в перевью был опыт. Вот как раз мне тут Наташа недавно шила брюки. И она тоже мне сказала, сними с себя мерки. Для меня это был вообще какой-то шок. Как? Да. А самой себя вообще не… Ну, как-то мы вроде с ней нормально все. То есть я действительно сняла. Но я… В интернете очень много информации. Чего, где, как, каким образом. Потому что ты к этому осознанно подошла. Ну, да. Ты к этому осознанно подошла. Ну, конечно, конечно. Это редкость. Очень часто… А это тема следующего видео. Все правда. Очень часто ты начинаешь работать, и ты понимаешь, что либо тут действительно у человека такие мерки, ну, немного как бы отличаются от средних. Угу. Большую или меньшую сторону. Либо человек осознанно где-то натянул ленту, где-то преуменьшил. Бывает такое, что мне присылают типа с запасом мерки. А я как бы тоже… На похудение, на пополнение? А я, например, делаю… Ну, чтобы было посвободнее. А я же все равно делаю прибавки на свободу облегания. Да. Там все такое, в зависимости от модели какой-то там. Ну, это так, кстати, надо всегда обговаривать, мне кажется. Говорить, что вот этот такой должен быть размер, это вот так вот. Да-да-да. Я присылаю же изначально как бы небольшую инструкцию. Вот. Но, тем не менее, потом в работе все равно уточняю. Прошу перезамерить там, попроси… Ну, чтобы кого-то попросили. Ну, вот все равно бывают такие ситуации. Они, наверное, вносят самый такой… неприятный самый момент. Как-то переделать там все. Угу. Ну, хотя лучше уж пусть человек носит все уже крутое, красивое, то, что ему идет. Тем более, все-таки это не дешевое удовольствие, тем не менее. Ну, для клиента, по крайней мере. Все эти свитеры. Несмотря на всю ценность там материалов и прочего, прочего, да, это тоже так как бы… мне кажется, это не это… Да. Ну, жалко вот так заказать, потратить время, пронадеяться их брать в шкаф, не носить, если оно там не сидит. Нафиг тогда надо все это. Вот. Ну, это единственный минус. И минус еще в том, что иногда хочется дольше, чем нужно делать. Я иногда такая капуша бываю, просто жуть. и когда нужно успеть в какой-то срок, это прям нервяк, и это сложно, и можно даже иной раз заболеть, потому что устаешь как-то, как это сказать, ну, заставляешь себя быстро делать. Мне кажется, у меня прям специально так организм начинает бунтовать. Да, да, да. Да, да, да. Сразу, ты устроишь. До сроки. До свидания. Угу. Вот, поэтому я как бы это… стараюсь тоже обговаривать. Иногда я иду навстречу и быстро что-то там делаю, но мне все-таки нравится, когда есть хороший запас по времени, чтобы была возможность вещь отложить, и вот прям походить и либо не думать денечек-два о ней, либо походить, наоборот подумать. Да, мне кажется, когда ты слишком много энергии отдаешь какому-то проекту, неважно это вязание или нет, у тебя уже начинается какое-то, не знаю, какая-то мания, что ли. Ты просто можешь перегореть этой идеей. Да, да. И да, ничего хорошего в этом нет, согласна. Вот. Так что, все. А, я тему еще одну придумала. Какую? Домашнее животное, дети и вязание. Ооо. Я отсутствую на этой теме, видимо все отсутствуют, кроме нас с тобой. Я еще не нашла. Ну а что можно? Можно же рассказать какие-то истории из жизни. Конечно. Блин, что-то я здесь намудрила. Оксана. Оксана, ты у нас тоже вяжешь на заказ. Расскажи. Я, да, на самом деле, я как раз сейчас в последнее время очень много об этом думаю и понимаю, что если говорить о сложностях вязания на заказ, то, наверное, эти все сложности из-за того, что ты просто для себя не придумал какую-то удобную систему. Согласна. Потому что зачастую какие-то моменты, типа то, что раздражает, что ты не успеваешь в срок или еще что-то, зачастую это из-за того, что ты не отрегулировал какой-то момент того, как успеть сделать все, не бесясь, да, и при этом не задержав срок. Ты сам слишком маленький срок назвала, например. Да. Вот я, например... Или пошел на это. Да, да, да. Когда тебя люди просят, типа, мне вот надо срочно, ты понимаешь, ну блин, ну как бы в принципе реально, да, ну вот... Обычно я делаю на... Да, да, да. Действительно за такой срок. Да, а надо как раз. Нужно, типа, очень сильно поднапрячься. Да, нужно как-то жестко понимать, что вот это ты вяжешь столько, вот это ты вяжешь столько, и я еще думала по поводу очереди. То есть очень часто у меня, по крайней мере, да, ну я слышу это от многих, например, нет заказов, ну там или какой-нибудь один, да, и в один день приходят просто три заказчика. Я не знаю, как это работает, но это работает постоянно. Это всегда, это везде. Это называется закон подлости. Даже в офисной работе это всегда либо пусто, либо пусто. И это касается не только в личной жизни, кстати. Да, да, да. Что ты хотела сказать? Как только начинается напряг на работе, начинается напряг в личной жизни и здоровье. Да, да. И еще что-то. И это вроде бы, и как бы тут надо тоже понимать, как ты себя в этих ситуациях ведешь. Либо ты делаешь какую-то очередь и говоришь, что вот у меня заказ, то есть у меня, например, везде прописано, что срок заказа две недели. И, конечно, пришел человек, говорит, мне нужна шапка. Я говорю, окей, две недели. В этот же день приходит человек и говорит, мне нужен снуд. Другой человек, да. Опять две недели. Там третий пришел, там, не знаю, варежки, две недели. И за две недели уже должны стоять три работы. Да, за две недели шапка, снуд и варежки. С учетом того, что я работаю, то есть это в принципе нереально. Я, конечно, понимаю, что заказчику вообще наплевать, работаю, я не работаю, есть у меня заказы или нет. У меня стоит срок две недели. То есть, вообще, на самом деле, лучше сразу продумывать вот этот вот, не знаю, менеджмент, да, своей работы. То есть, или ты изначально… У меня вопрос к тебе. То есть, ты знаешь этот косяк и все равно ты никак это не исправляешь. Нет, как вот, я понимаю, что это надо исправить. Ситуация же прямо сейчас. А, это первый раз ситуация. Нет, это не первый раз ситуация, но просто… Одни и те же грабли в который раз. Нет, сейчас объясню, почему сейчас эти грабли возникли. Потому что в этом году я как бы немножко так, как сказать, я себя не рекламировала как человека, который берет на заказ вязание, да. Тем более, после Нового года, когда заказы не приходят вообще. Понимаешь? То есть, как бы, я уже все так аду. Ну, после Нового года уже, конец сезона, я как бы… Надо к следующему сезону продумать, как это все будет. Я не знала, почему ко мне после Нового года пришли заказы. И это все пошло. И я как бы понимаю, что я еще ничего не продумала, а вот это вот вот. И поэтому ты всем говоришь, окей, две недели. Но… Уже срок стоит. Да. Я же уже, как бы, понимаешь, ко мне люди идут, а я уже не могу сказать. Вы знаете, у меня тут небольшие изменения. Да. Я передумала, свою систему переделала. Да. Тем более, у меня так получилось, что, как бы, пришел… Ну, как бы… Я человеку связала одному, да. Он параллельно заказал себе еще, как бы, к этому заказу, да. Посоветовал меня другому человеку. То есть, как бы, это… Ну, там, как бы, такая ситуация была, что я не могла сказать, что, знаете, вот, как бы, все по-другому будет. Да, да. Ну, то есть… Тут сложно… Я не понимаю, почему это проблема. Ты не понимаешь, почему это проблема? Ну, почему… А как ты видишь? Ну, в смысле, она уже видит, что она не успеет это. Что у нее третий заказ за две недели. И я не понимаю, почему надо говорить две недели, даже несмотря на то, что написано, что там две недели. Потому что написано. Нет, смотри, на самом деле… Смотри, на самом деле я, конечно, пояснила. То есть, я сказала, что у меня сейчас единственное, что много заказов. Я могу в эти две недели не успеть. То есть, я действительно задержала два заказа. Они… Я выдала их позже, чем… То есть, я их не выдала еще, да. Я в понедельник буду оба отправлять. Но мне чисто самой по-человечески… Ну, люди, как бы, сказали… У нас еще в Петербурге, да, такая зима. Все-таки, да ладно, это вообще, как бы, не страшно. Теплая шапка сейчас, наверное, вряд ли нужна. Не суть. Ну, теперь уже, да, не нужна. Сейчас опять потеплеет. Да. Ну, я-то понимаю, что… Как раз на ее задержку. Похолодалась. Да. То есть, было холодно, я людям шапки не связала. А сейчас тепло, я выдам теплые шапки. Ну, просто, как бы, чисто мне психологически… То есть, я обговариваю. Люди говорят, да, конечно, ничего страшного, да. То есть, ну, мне самой, как бы, не комфортно, что у меня-то, я-то, как бы, должна за две недели, да. То есть, это уже такое, ой, извините, а можно я немножко… Ага. Ага. Вот уже вот этот, уже негативный момент. Может быть, как бы, человеку-то нормально, но мне нет. В общем, я считаю, что очень многих негативных моментов вязания на заказ можно избежать за счет того, что вы продумаете изначальную структуру, как вам удобно, конкретно вам. И если даже вы будете, например, сроком ставить не две недели, например, на заказ, да, будете говорить, что, вы знаете, у меня очередь, сейчас вот две недели вот эту вяжу, вы там следующий на очереди, я не знаю. Следующие две недели. Да, ну, например, прям календарь или еще что-то, да, говорите, вот у меня сейчас есть записи, я не знаю, там, на 10 февраля, ну, условно там. Удобненько. Да, я думаю, что, может быть, кто-то это не делает, потому что боятся, что люди на это не пойдут, но на самом деле люди на это пойдут. Ну, кто-то не пойдет, кто-то скажет, ой, мне надо срочно. Ну, это и сейчас у меня есть, когда мне говорят, мне надо шапку, я говорю, две недели. Мне говорят, ой, мне надо там через три дня. Я говорю, извините, я не успею, да, как бы, ну, окей, уходят. Ну, уходят и уходят. Ваши заказчики, они все равно останутся, и приходят часто, как бы, те же самые люди, если вы хорошо с ними поработали, да, если вы сделали качественно, хорошо. И вот, кстати, еще по поводу сроков хотела сказать. У меня раньше как раз-таки был такой параметр в голове, что я ни в коем случае не должна сроки увеличивать. То есть, если я не успеваю, то я лучше там, грубо говоря, чем-то пренебрегу, но сделаю в срок. Сном, например, да? Ну, или сном, или, может быть, даже каким-то... Опять. Тогда. Или условно даже каким-то качеством. То есть, я, например, вижу, что эту шапку лучше бы перевязать в макушку, например, да? Лучше бы не стирать, да? Ну, нет, стираю всегда. То есть, ну, какие-то, я не знаю, это мелочи, конечно, может быть, другой человек этого и не увидит, но я это вижу, я понимаю, что я, как бы, не совсем супер работу отдала. Ну, то есть, и, как бы, и потом это грызет, на самом деле. А сейчас мне как-то важнее отдать именно качественную работу. И пусть это будет на три дня позже, но я, как бы, понимаю, что, ну, я задержала, но я зато отдала качественную работу. И вот даже тут у меня был недавно пример, у меня был на заказ варежки, который я, действительно, тоже задержала немножко, потому что именно такие варежки вязала первый раз. И там, ну, как бы, рука была для меня непривычной у девушки, она была там раз в два больше, чем моя рука, да? И мне надо было подогнать под размер, потому что мне даже померить, да, как бы самой не видно, непонятно, потому что моя рука совсем другая. И я, действительно, несколько раз эти варежки перевязывала, опоздала немножко со сроком. Но, когда выслала эти варежки девушке, она, говорит, ну, как бы, они просто сели идеально, то есть, ну, так, потому что у меня никогда таких не было варежек еще и теплые, и классные, и вообще супер. И она мне тут же заказала вторые. То есть, как бы, намного важнее как раз таки сделать качественную работу, чем вписаться в срок. Про сроки все забудут потом. А работа останется? Да. А если вещь будет радовать человека потом какое-то время, то есть, вот именно вот эти эмоции остаются. Ну, это, короче, опять возвращаясь вот именно к маркетингу, ну, как бы, к организации своей работы, очень важно вот это продумывать. И, может быть, сразу непонятно, может быть, стоит, ну, как бы, поработать, посмотреть, как вам удобнее, неудобнее. То есть, как бы, я, конечно, тоже многого не понимала. То есть, я сейчас понимаю, что на следующий год мне прям нужно продумать, как мне удобнее будет работать с заказами, потому что у меня есть работа, у меня есть свои дела и, по сути, очень ограниченное время на заказы. Но мне это интересно делать, поэтому я, как бы, пока не хочу этого лишаться. Вот. Вроде, как бы, хочется и чтобы это было интересно и без негатива. И вот этот вот компромисс для себя и баланс обязательно нужно находить. Вот. И когда очень многие говорят о том, что вязание на заказ это, там, стресс, это плохие эмоции, заказчикам ничего не нравится, не подходит, еще что-то. Мне кажется, что тут вот как раз проблема в том, что, ну, как бы, хочешь не хочешь опять же, да. Люди просто некоторые начинают вязать, понимая, что это не супер и не хотят. Ну, и все, как бы, не хотите, до свидания. А кто-то хочет, но начинаются вот такие конфликты с самим собой и они тоже говорят, что это все ужас. Ну, как бы, тут очень такое двоятое. Понятное дело, что бывают ситуации, естественно, когда прям, действительно, это ужас, да. Да, бывает, что ты вяжешь для человека, все, там, он долго-долго выбирает цвет, долго-долго выбирает мобиль, ты, там, на него тратишь 500 миллионов часов, как бы, да, потом вяжешь, он говорит, ой, это мне не подходит. А я хотела совсем другое. А я совсем другое. А вообще мне этот цвет не идет. Ну, как бы. Ну, вот это вот у меня такой, да, был момент, когда девушка выбирала цвет, который, я говорю, ну, знаете, это достаточно такой кричащий цвет, он далеко не всем идет. Нет, я точно знаю, мне надо. Ну, надо-надо. Потом, в итоге, когда она получила издельное, она сказала, знаете, мне цвет этот не идет. Ну, то есть, это, конечно, это очень неприятная ситуация, от этого никак не уйти. А что, у вас враг был? Или как? Ну, да, я сказала, ладно, возвращайте, я тебе продам эту вещь, но это, конечно, неправильно. То есть, такие моменты тоже надо продумывать, как вы ведете себя в этой ситуации. Прям нужно все риски, конечно, продумывать. Потому что... Можно я немножко... Ну, это вообще связано, в принципе, мне кажется, с работой с клиентами. Не обязательно там именно вязание на заказ, а вообще с работой с клиентами. Есть такая фраза отвратительная, клиент всегда прав. Да. Фраза, которую, мне кажется, где-то примерно с 90-х стали проговаривать вообще все, причем клиенты. И к месту, и не к месту. Не к месту, да. Причем самое интересное, что это не закреплено нигде в законодательстве Российской Федерации. И наоборот, сейчас закон о защите прав потребителей, он в некоторых моментах защищает продавца. И правильно дело это, слава богу. Потому что далеко не все клиенты в состоянии осознанно подойти к покупке, к заказу. И еще нужно брать во внимание тот момент, что мы все все равно, несмотря на то, что говорим на русском языке, мы все говорим все равно на разных русских языках. Потому что у каждого в голове свой какой-то образ каждой вещи, каждой услуги, всего. То же самое, например, вопрос, который я по долгу службы получаю миллион раз вообще в неделю. Сколько нужно пряжи на свитер? Это тема следующего видео. Нет, это просто вопрос. Просто вопрос. Сколько нужно на свитер? Свитер у меня в голове один, у человека другой. Я скажу столько, человек подумает, меня хотят обмануть. Чем более ты знаешь, что свитер-то с горлом, а человек говорит про пуловертом, например, с В-образным. Либо кардиган, либо маленький. А это уже совершенно лишние, грубо говоря, 100 грамм может быть, смотря какая пряжа. Потому что воротник это тоже такая достаточно серьезная. А оказывается, им не свитер надо, а пуловертом или... Еще и ажуром какой-нибудь, соответственно, расход уменьшается еще. А у меня, например, свитер... И уже короткий там, да? Кроп-топ. Кроп-топ. Кроп-свитер, да. В общем, я к тому, что нужно вот... Может быть, некоторые воспринимают это как типа чудо копалось из серии, да? Но мне кажется, в плане работы с клиентами вот такой вот, когда ты что-то делаешь, да? Это может быть рисунок на заказ, какой-нибудь дизайн на заказ, вязание на заказ, да? Нужно просто настолько досконально все это проговаривать. А я вас правильно понял? А это действительно вот это вы имели в виду? Подписи, печать еще бы брать. Вообще, если это уже написано, это уже нормально. Ну, как бы, просто все. Вот резюме такое. Мы делаем так, так, так и так. Мы договорились менять то, то, то и то. Ну и все. Это для себя хорошо, потому что все забывается. Да. И клиент всегда прав, хорошо, но клиент всегда прав, если все моменты заказа были оговорены и они были прописаны с подписью, с печатью, а заказчик сделал совершенно другое. Тогда да. Но если это, я тебе сказала сделать мне красную шапку, ты мне сделала красную, а я имела в виду коралловую. Ну да, да, да. Это не клиент. Или пусть даже красную, а тебе говорят, вы знаете, а мне этот цвет не идет вообще-то. Да, это мои проблемы, что я не узнала, какой цвет мне пойдет, что я не посмотрела там, где-то не приложила эту пряжу к своей голове и не поняла, что шапка мне такая не подойдет. Это мои проблемы. И, к сожалению, не все готовы брать на себя ответственность за свои неправильные решения. Да, да, да. Вообще фраза «клиент всегда прав» она подразумевает сама в себе, что продавец чем-то обязан клиенту. Да. Никто никому ничего не обязан. Да. Это нормально. На самом деле, мне кажется… Просто торговые вот эти отношения, извини, что перебила. Торговые отношения, они взаимовыгодные, взаимо… Человек получает товар… Любых отношений касается. Да, да, да. Клиент получает товар, а продавец получает деньги. Это взаимовыгодно. И вы оба, и продавец, и клиент, да, вместе как симбиоз у вас на какое-то короткое время. Ну, либо не короткое, да, по-разному бывает. И оба должны постараться. Понятное дело, что есть такой момент, как сервис… Нет, я не согласна. Не согласна? Не согласна вообще категорически. Когда люди считают, что им обязаны официанты. Нет, не обязаны, а сервис просто. Например, ты ходишь в это кафе, потому что тебе нравится, что там, не знаю, там… Красивая. Музыка хорошая. Или диванчики приятного тебе цвета. Или еще что-то. Вот какие-то такие моменты. Я про это. Не про то, что тебе кто-то обязан. Нет. Особенно, кстати, это касается официантов. Вот, да, ты… Официанты, уборщики. Да, да, да. Вот эти все люди, которые… Которые делают такую… Ну, такую обслуживающую работу. Да, да, да. И очень часто нет уважения к этим людям, как будто бы они обязаны это делать. Да, это их работа. Ну и что, что это их работа. Они не обязаны. Человеческое отношение никто не отменял. И самое жесткое, кстати, когда я слышу про, например, там… Ну, грубо, тупой пример приведут. Типа, если ты не пойдешь на высшее образование, будешь работать продавщицей, там, в пятерочке из серий. Да, блин, можно работать продавцом в пятерочке, но такой кайф испытывается от этой работы, и в этом нет ничего плохого, как бы. Если у нас бы не было… Ну, да, изначально пренебрежения. Да, 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 к этой работе. Почему все должны работать, я не знаю, где-нибудь в топ-менеджменте какой-нибудь, какой-нибудь Газпрома, да? Да, ходить по грязным улицам, потому что дворников нет, как бы. Да, потому что… Потому что это, типа, непрестижно. Ну, камон. Мы без дворников тоже не проживем, люди. Это уже из серии, кто что должен, а должны мы все. Мы должны, да, учиться на дни пятерки сначала, потом наступать в лучший, конечно же, в ВУЗ, конечно же, где-то там стажироваться и работать, я не знаю, минимум в Газпроме где-то там. Да. Потом параллельно заводить семью, обязательно угождать мужу, там, готовить блинчики по воскресеньям, да. Выглядеть, как фитоняшка. Выглядеть вообще просто, не дай бог, ты там, да, не наманикюрился, не сделал стрижку, да, короче, вы сами все знаете, вы каждый день, наверное, встречаетесь с этим, кто что должен, да. При этом дети должны быть послушными, тихими, сидеть как шкафчики в углу, вообще никому не мешать. Это должна быть и дядя, и мамы, которые не повышают голос. Да, бабушек навещать регулярно, всем родителям… И общаться со всеми своими родственниками. Да, со всеми родственниками, не по одному разу на дню. В общем, столько должны, что, ё-моё. Но это уже из области… Одно дело, если это нормально, про вязание на заказ. Да. Короче, да, от вязания к жизни. Нет, на самом деле, про вязание на заказ я хочу еще покритиковать Оксану. Давай. Ты сказала, что ты называешь срок две недели, да, потому что тебе неудобно перед заказчиком назвать срок больше из-за того, что у тебя очередь. Твоё неудобно – это только в твоей голове. Так я про то и говорю. Я понимаю, о чём ты хочешь сказать. Я просто тебе пытаюсь донести, что, ну, я считаю, что это неправильно. И в следующий раз я буду этих ситуаций избегать. Вот я что хочу сказать. Я буду делать такую систему, чтобы таких ситуаций больше не возникало. Марина, у тебя на эту систему есть решение? Какое-то… Да, уже проработанное. У меня нет решения. Ну, как бы я, скорее всего, скажу, что раз у меня есть срок… Ну, во-первых, у меня нигде не прописаны сроки. Начнем с этого. Да, во-первых… Ты каждый срок оговариваешь индивидуально? Ну, да, мне нужно понимать, если это новая пряжа, я увеличу срок. Если это не новая пряжа, то, ну, скажу, какой-то там стандартный для себя. И всегда у меня ещё запас неделя. Угу. Ну, у тебя просто… На нештатной ситуации. Ну, у тебя другая ситуация, потому что у тебя плечевые изделия. Ну, мне кажется, что тут ещё проблема в том, что, почему я, может быть, очень к себе как бы строже отношусь, потому что я не могу быстро выполнить заказ, потому что я ещё работаю, да, условно. Ну, я понимаю, что заказчик… У меня вообще вопрос к тебе по сроку. Нет. У меня вопрос только к твоему неудобно. На сроки всё равно. Нет, ну, мне просто кажется, что это вообще ненормально было. Да, это как тебе кажется. Ну, да, мне кажется. Кажется. Ты предполагаешь, что чувства другого человека будут, что тебе же неприятно, когда тебя не предупредили и задержали твой срок. Марина, я думаю, Оксана над этим подумает. Ты расскажи про то, как у тебя идёт с заказами. Я вообще не фанат заказов. Мне это не нравилось и мне не хотелось вязать на заказ, ну, и вообще делать что-либо на заказ, потому что это ограничивает, во-первых, по времени, во-вторых, по… Ну, как… По свободе, да? Свободе, да. То есть, свобода, что тебе нужно сделать всё точь-в-точь оговоренное. Но это мнение я изменила. Есть заказчики разные. Есть заказчики, которые действительно контролируют каждый твой шаг. И я для себя поняла, что с такими я не общаюсь. Ну, то есть, если… А как ты можешь это понять на ранней стадии? Ну, это видно. А мне кажется, это в момент заказа. Это видно. Я, более того, когда мне попался такой заказчик, сразу… Я сразу понимала, будет сложно. Сразу я видела. И это был, наверное, первый заказ, который я всё-таки решила взять, потому что я поняла, что если я не беру заказы, значит, я не продаю вообще. Вот. И я решила взять. Я понимала, что будет сложно. И я для себя сразу решила, я сейчас через это пройду. Я набью, ну, как бы, шишки мозоли. Да, набью шишки, но зато я буду понимать. И пусть это будет сложно, значит, я набью больше шишек, значит, у меня в дальнейшем будет более отработанная система. Вот. Это первая категория заказчиков, с которыми я не хочу работать. А вторая категория, которая дает тебе свободу. Вот. Но свобода тоже, как бы, нужно понимать, что свобода бывает разная. Бывает, действительно, я хочу красную шапку, которая в итоге окажется коралловой. Ну, я на этот момент просто, я всё. Показать пряжу, какая пряжа, сфоткать её, показать, сколько она стоит, сколько это будет, ну, примерно, да, весить, получается, чтобы понимать по стоимости. Прописать ширину, длину, не просто точно такое же, как это, а вот прям вот всё прописать, сколько сантиметров, сколько, ну, где короче, где длиннее. Потому что это надо в первую очередь для меня. Ну, иначе я забуду. Ты это прописываешь где? Ну, там, где общаемся. Грубо говоря, на бумаге. Ну, быстро, в мессенджере. А, или в мессенджере. Нет, мы причём это можем обсудить устно, но я всё равно это пропишу, чтобы я это не потеряла. Резюме? Да. Во-первых, это всё в одном месте, видно, доступно сразу везде. Если я запишу свой блокнот, блокнот не всегда со мной. Угу. Ну, это так? Хотя бы это со мной и нормально. Но ты всё равно всегда ждёшь от клиента, что да, подтверждаю. Да. Да, я жду подтверждение. Если я не получаю подтверждение, я его спрашиваю. Угу. Вот. Если, ну, я вижу, что какой-то косяк, ну, я об этом говорю. Это сложно, это стрессово, но это нормально. Не все мы идеальны. И, ну, в первую очередь надо понимать, что вот сейчас у меня этот косяк, я сейчас через это пройду, и в дальнейшем я буду понимать, как я действую в этой ситуации. Ну, то есть сейчас это выглядит, конечно, что я такая хладнокровная и... Вот. И всё у меня прекрасно. Нет, это не так, естественно, был стресс. Ну, зато теперь я понимаю. Марина просто стрессует немножко иначе. Вот так, например. Мне кажется, у нас в работе все эти стрессы возникают, когда мы переплетаем работу и личность свою. И вот... И когда мы делаем предположение, что кому-то что-то не понравится. Капец. Ну, реально. Откуда ты знаешь? Еще раз поговорим. Не-не-не-не, мы не будем. Не-не-не-не-не, всё. Видео и так, ты связала немного не то, о чем говорили. Откуда ты знаешь, что так не будет лучше? Ну, реально. А ты ниоткуда не знаешь? Откуда не знаешь? Ну, так бывает. Все люди разные. Ну, а тебе не неудобно? Тебе тоже неудобно? Да, неудобно. Но... Но... Нужно понимать, что ты не можешь... Так я понимаю. Я это понимаю. Оксана же с этого и начала. Я понимаю все... Теперь я считаю, что... Я считаю, что не должна исправиться. Хорошо. Почему ты вот сейчас переделываешь подгиб? Это свитер не на заказ. Ну и что? Почему ты переделываешь подгиб? Потому что он мне не понравился. Ну, понимаешь, а может, другому человеку это понравится, и не переделывая не понравится? В смысле? Не понравится свитер, который я отрабатываю, з pegnes, модель. Я ее придумываю сейчас. Да, может, она круто сейчас смотрится с подгибом. Ну, мне не нравится эта модель. Ну? Ну, и что? Ты хочешь сказать? Так а не ты же будешь у тебя покупать, а другой человеку это понравиться. Нет, ты сейчас говоришь о том... Потому что я поэтому... Нет, ты говоришь... Ты из-за того, ты думаешь про другого? Я думаю, что они какому-то не понравится этот свитер. Об одном. Понимаешь? Вы можете выйти. Вы все поняли давно. Почему ты думаешь про другое? Да я не дадумываю. Мне надо, чтобы не было комфортно. Я хочу связать эту шапку так, чтобы мне было идеально. Чтобы я понимала, что я отдаю качество работы. Даже ты сидела черно-белым и ускорила. Мне кажется, нужно оставить. Думаешь? А вы как считаете? Да, тебе неудобно. Мне неудобно, но я не дадумываю про другого. Я считаю, не должно быть неудобно. Мне кажется, мы максимально раскрыли эту тему. Я считаю, что мы не закончили. Это как из серии. Ты не должна этого человека любить, не должна ему симпатизировать. Тебе не должно быть неудобно. Это невозможно человек. А остальное дальше Оксана уже решает, что с этим возникшим ощущением делать. Работать над ним? Справлять? Я считаю, что это нормально и неудобно. Здесь не место. Вот так. И она теперь думает, как все сделать так, чтобы всем было удобно. Всем было хорошо. Вот это клиентоориентированность. Тебя просто закроем тему. Мы опять друг друга не поняли. Да нет, вы на самом деле не поняли. Мы поняли, что вы поняли. Вы абсолютно одно и то же говорите, да. Просто разными словами. Так это всегда и происходит. Просто разными словами, потому что мы опять же возвращаемся к теме. Мы разговариваем на разном русском языке. Да, да. Даже живя... Хотя нет, мы все, наверное, из разных, да? Ну да, мы из разных. Но общаемся-то мы много вместе, но тем не менее все равно. Ой, у нас в чатике происходит вечно то же самое. Мы вечно друг друга... Мы говорим, блин, об одном и том же. Об одном и том же. Но думаем, что... Когда оно остановилось... Но оно остановилось. Камера уже записала тьму времени. Час. Час точно. Я как раз довязала резинку. О! Е! Оксана должна была как раз довязать резинку за... За два видео. А, за два видео? Да. Я не знаю, что сейчас вязать, потому что... Ну, а дальше лицевая гладь у тебя идет? Мне тут надо... Мне надо прибавить 20 петель и еще сейчас укороченными рядами вязать. Мы сейчас немножечко отдохнем и, возможно, снимем вторую серию. Поэтому... Какой отдыхать? Полчаса осталось. А сколько? А ты в час? Пол первого. Ну, значит, мы начнем с тебя, а продолжим без. Да ладно. А что, давайте... Не, нормально, можно так. У тебя камера выдержит или тебе надо подзарядиться что-то? Уже заряжается. Короче... Так, подождите, дайте тогда я выйду. До следующего видео. Пока, пока, пока. Блин, взевать все было радо. Попрощайтесь, попрощайтесь, девочки! Марина, ты попрощалась. Сейчас она выйдет и я попрощаюсь. Так я не знала, что мы еще снимаем. Оксана, можно парочку петель все взять? Да. Все, все попрощались. Да. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok